Привет! Сегодня мы с вами посмотрим на кристалл. Не на тот, который синизуб на юго-западной, хотя этот тоже, можно сказать, непосредственно связан с синевой. Мы с вами подлетаем к культурному кластеру кристалл, в прошлом известному как завод кристалл. Не надо быть знатоком, чтобы правильно ответить на вопрос о продукции этого шедевра архитектуры начала 20 века. Продолжатель некоторых научных трудов Менделеева Пётр Арсеньевич Смирнов здесь гнал этиловый спирт и поставлял вкусняшку дворам его императорского величества. Кто-то говорит, что водочка – это вкусно. Ну, не знаю. Наверное, надо много тренироваться, чтобы стать ценителем. Мне же больше по вкусу история. В 1896 году в Российской империи была введена государственная монополия на производство и продажу спиртных напитков. Сразу надо оговориться, что вино в России в то время было более широким понятием, нежели сейчас. Уже через пять лет в Москве здесь, на берегу реки Яуза, вырос московский казенный винный склад номер один. В те далекие времена, видимо, здоровье позволяло водочку мерить ведрами. А это 12 литров. Изначально задачей предприятия было производство 600 киловедер водки в год. Но уже через неделю после начала производства стало очевидно, что предложение не соответствует спросу. Тогда было решено, что 2 миллиона 100 тысяч ведер будет в самый раз. Это, между прочим, больше, чем два других винных склада. Склад номер два находился практически через дорогу от Батырской тюрьмы на лесной улице. Третий же склад находился напротив клинического центра университета имени Сеченова на Большой Пироговской. Сейчас там офисы. В номенклатуре продукции были три вида водки, которые назывались простая, улучшенная и боярская. На заводе производственным процессом было задействовано полторы тысячи трезвенников. Но это не точно. Завод успешно развивался и к 1914 году ассортимент расширился до пяти наименований. Водки Московская особенная, хлебное вино, столовое вино, горилка и наливка-запеканка. Но в октябре 1914 года в условиях военного положения в стране был введен сухой закон. В результате завод закрыли, но не совсем. Часть помещений отдали под госпиталь, а в оставшихся трудились для нужд армии и для экспорта во Францию. Между прочим, лекарств на спиртовой основе и сейчас хватает. Так что жил завод. Производство для нужд пролетариата возобновилось в 1923 году, но напитки не громче 20 градусов. В 1925 году градус разрешили повысить до 30. В народе появившуюся 30-градусную водку прозвали Рыковка в честь министра экономики Рыкова. В 1937 году в ассортименте завода появляются крепкие ликеры. Шартрес, Бенедиктин, Кюрасо и ликеры десертные, шоколадный, ванильный. В годы Великой Отечественной войны, кроме всего прочего, завод производил сухой спирт, а в водочные бутылки разливали коктейль Молотова. Во время первого авианалета на столицу 22 июля 41 года от попадания бомбы почти полностью выгорел главный корпус завода. Тем не менее, героическими усилиями работников производство было снова налажено. В 1945 году пошла продукция для обитателей Кремля. К каждой бутылке прикладывался сертификат с подписями специалистов, участвовавших в ее выпуске. По некоторым данным, еще до войны, в 1940 году именно здесь была создана рецептура водки столичная. А в 1954 году водка столичная получает международное признание. При проведении процедуры слепого тестирования водка столичная побеждает водку Смирнов. На этикетке столичной увековечена гостиница Москва. В 1961 году по случаю празднования полета первого человека в космос Московский ликерводочный завод принимает правительственный заказ 5000 бутылок водки столичная и успешно справляется. В 1980 году Московский ликерводочный завод был единственным из всех заводов СССР, являющимся официальным поставщиком своей продукцией для торжественных приемов Московской Олимпиады 80. Нынешнее имя «Кристалл» завод получил в 1987 году. В 1993 году предприятие стало частным, а в 1998 году к основному производству присоединен филиал спиртзавод в деревне Коростово Каширского района Московской области, который постепенно стал местом основного производства. Завод Коростово даже немного постарше «Кристалла». Он основан в 1883 году. А 13 мая 2013 года с конвейера сошла последняя московская бутылка водки. В Коростово же ассортимент более чем актуальный. Водка Московская, Столичная, Московский кристалл, Чистый кристалл, Голден Ринг, Водка Привет и Путинка различных модификаций. Каковы планы на эту территорию у буржуев? Все просто и предсказуемо до безобразия. Застроить элитными домами. Правда, обещали сносить только то, что построено в советский период. Да оно и понятно, строения старше 100 лет уже могут проходить как археологические объекты. И просто так снести может быть чревато. Но у нас и не такие чудеса случаются. Поживем, увидим. Тут я, пожалуй, завершу свой рассказ об этом историческом месте. Подписывайтесь, пишите комменты. Всем крепкого здоровья. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok